Хабиб мне говорит, Али, давай, выходи, короче, я вышел, кстати, с отборочным, я вышел с чемпионом России по боксу. Блядь, пускай, 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 я рад за него, но голову я ему набью вот такую вот. Это немножко лишнее, да, в наших понятиях в России, если мы живем, нам приходится за это отвечать, когда мы лишнее говорим. Ты что, бухаешь, что ли? Нет, я сейчас вот стараюсь... Теперь сейчас Али встретится с Тайсом. И снова здравствуйте. Здорово, пацаны. Здорово, бро. Ого, кто-то звонит? Нет, не понял, какой подъезд, ну что, найдем. Так, друзья, короче, смотрите, какой расклад. Так как YouTube зажимает вставочный контент, я хочу, чтобы вы получали самое лучшее. Придете вечером домой, включите видос, и что-нибудь интересное посмотрите. Бои вроде заходят, да, братан? Поступишь, просмотр в среднем, собирают, все отлично. Поэтому делаем все возможное, чтобы вы кайфовали вечером от просмотров нашего видео. Конечно же, все наши герои как снимались, так и будут сниматься. И сегодня у нас новый герой по боям. Так как у нас есть Тайсон, теперь у нас появляется еще и Али Алавсет, полное имя. Он живет здесь, уроженец республики Азербайджан. И, в общем-то, непростой парень. Сам отец Хабиба Нурмагомедова отправлял его на чемпионат России, где он занял второе место, проиграл, к сожалению, в финале. Но ничего, сейчас YouTube так сильно развивается, что победы еще будут. Сейчас поедем его с Тайсоном знакомить, ну и с вами познакомим. Что, пойдем? Бро, идем. Да, мы не забываем про нашего Азербера. Мы его берем на тренировку сегодня. А этаж какой? Ничего себе, у нас тут двери. Мы сразу снимаем, а что? Мы сейчас думаем, такая же капотка. Так, вы знакомы уже где-нибудь? Нет, нет. Понял. А что это у тебя? У тебя груши на полу валяются? Ничего себе. Ребят, ну вот, в принципе, да. Знаешь, у нас, короче, пацаны не любят богатство на канале. Это не богатство, ребят. Он сразу смешает. Вот это не богатство. А что там, братан? А, ну, с бриллиантами, да? Давай расскажем правду сразу, вот, прям приходишь, чтобы они понимали. Честно говоря, честно говоря, а про что сказать правду? Ну, про то, что у тебя в ипотеке, и у тебя с финансами-то не так легко, как кажется. Да, и в ипотеке. Жаловаться нельзя вообще на жизнь, честно говоря. Не подобает мужчине, чтобы жаловаться там, что-то еще. Просто то, что я всю жизнь занимался спортом, да, а вы сами знаете, что спорт, ты очень часто там общаешься с людьми, тебя уважают, в любом мире уважают спортсменов. И поэтому вот даже эта квартира там по связям мне скидку сделали, как бы и помогли по ремонту там с нашей тоже диаспоры, там именно в плане человек, который здесь строительством занимается и очень сильно уважает спортсменов. И он там помогал. Ну, вот так поддерживаем друг друга как-то вот. Так, расскажи, пока завариваешь Чайковский. Пока я паре заварили. Как вообще у тебя карьера начиналась твоя спортивная? Ну, я, как все, наверное, пацаны, я не знаю, смотрели Жан-Клод Ландама, там ногами махали перед телевизором, там, что-то делают. А я уже, я попросил 8 лет, 8 лет я попросил от царства отведи меня, ну, спортзал. Ты родился в Азербайджане, да? Я родился в Азербайджане, но я жил, можно сказать, всю жизнь в России. Можно сказать, я в Питере жил в 90-е годы, там, вот, там, 4 года. Ну, школу, посолу. Школу здесь, школу, я в интернате учился вообще. Меня не взяли в 45-ю школу, меня не взяли, я помню, в 18-ю школу, поведение плохое было. Поведение? Ну, да. В интернат взяли, ну, там, конечно, в интернате, норма, если сезон через дорогу помогали, если плохо будет, если через дорогу, вообще, дорога. Школу, колледж, институт, короче, здесь я вот закончил. Сюда отвели, я захожу туда в зал, с тренера. Я говорю, я сейчас уже могу 10 раз там потянуть, подожди, успокойся, куда ты лезешь, я не. В следующей неделе прежде тренироваться, вот. Вот, и все, и потом сборная России, там, ну, мастерспорт по самому поджиду я сделал. Во, видишь, все здесь уже готово к тренировочке, да? Да, да, я взял там. Это ты сказал Степа? Нет, я еще ребятам ничего не говорил. Ребят, в общем, вчера я познакомил Алавсета с Игорем, со Степой он еще не знаком. Степа сегодня будет. И они уже договорились, что у тебя свободные дни, понедельник, среда, пятница. Ну, да. И он будет преподавать ММА у Игоря в зале. Ну, параллельно, у тебя сейчас есть 30 учеников в юности, да? Не, не, у меня в юбилейном. А, в юбилейном. Кратцовское шоссе 41Б. Вот, там 20, получается, вторник, четверг, суббота, воскресенье я тренирую. То есть, вторник 20.30, в четверг, 20.00, в субботу в 7 часов, в воскресенье в 3 часа. Вот. Ну, сошлось так вообще хорошо, честно говоря. У нас как-то с тобой спонтанно получилось. Вчера мы пошли, у игры оказались. Ну, ты смотрел. Мы еще о друг друга слышали. Да, ты смотрел наш канал, но сказал честно, что не хотел к нам напрашиваться. То есть, но тебе эта тема нравилась. Не, ну, напрашиваться тоже некрасиво уже, правильно же, по идее. Ну, видишь, как хорошо. Ну, пазл совпали абсолютно каким-то чудесным образомом. Ну, да, в самом деле, я наблюдал за вами, да, я вот смотрел. Вот, честно, я даже смотрел, вот, вот, к Степе, там, в гости ездили к его. Ну, я люблю смотреть. Все, теперь у нас есть и Тайсон и Али. Да, Тайсон и Али теперь у нас есть, понял? Мухаммед Али. Вот вы пришли ко мне, да, принесли мотивацию, как я в чай говорил, Андрюх. Помнишь, мы с тобой разговаривали, что уже определенно мотивация. Люди некоторые занимаются, да, и они думают, зачем я занимаюсь, это мне ничего не приносит, никакого удовольствия. Настолько фанатичным был насчет спорта, то, что я сам один уехал в Казахстан, у нас Fight Night открылся, может, вы слышали, здесь вот филиал был. Калут был? Да, да, да. Я там начал тренироваться как боец, тренировал. А потом мне предложил в Казахстане, чтобы я приехал, ребята там, тоже бойцы местные, давайте приезжать, с нами давай тренируйся. Вот, и получилось не так, как они мне обещали. Вот, я жил за городом, представляешь, там, не воды. Условия, короче. Условия, да, я тебе говорю, и там, да, не воды, а через черный ход заходил, короче, я думаю, ё-моё, куда я пришел? У меня еще отец до этого отговаривал, куда ты едешь, у тебя здесь все есть? Вот, я говорю, нет, нет, мне в Казахстан надо поехать. Не знаю, почему, вот, задался я целью, такая холодная вода, холодно, я живу, думаю, ё-моё, куда я пришел? Отцу я не скажу, что я вот такой лох, меня, можешь сказать, так сказали то, а получилось по-другому. И в итоге я кое-как выбрался, там есть тоже пацаны были, помогли мне, нашел квартиру, познакомился с пацанами, пацаны тоже непростые, там, с Казахстана тоже. В Алма-Ате это было, город Алма-Ата. Подговорил с ребятами, они начали меня проверять, встретили, можно сказать, спаррингами, но проверить, что я из себя представляю. Я и поборолся, поспарринговался, все, начал ходить. С меня деньги не брали, хоть там платно было, пацаны тоже вот, гостеприимный народ Казахстана, честно говоря, ребят. И потом я тренеру говорю, а тренер тоже такой молодец, боевой джи-джису, он, сенсей Канат его зовут. И я сказал ему, я хочу два раза в день тренироваться, а если надо, три раза в день. Он говорит, нет, нет, ты что, ты себя поломаешь, два раза в день тренируешься. Вот я потренировался, тренируюсь, и он говорит, вот будет, короче, по панкретиону чемпионат Алма-Ате. Панкретион это как ММА, вот, ну там шлем, накладки. А я заряжен, такой, знаешь, уже голодный, хочу уйти. Это когда было? Это было в 2017 году, тренируюсь вот. А напомни, пацанам, сколько тебе лет сейчас? Мне 28, и вышел я, 4 боя выиграл, там, нокауты сделал, как бы удушил пацанов, ну, как бы заявил о себе. В Алма-Ате ребят уже начали мне пальцем текать, потому что там непростые ребята тоже. Потом уже мне бой дали с Киргизом, он чемпион Азии по ММА. А там такой прикол получился, друг мой, я еще занимался дзюдо, он с Узбекистана, так получилось, что он в Алма-Ате тренировал по ММА. Он говорит, да я, говорит, зная этого пацана, мой пацан его урубил в первом раунде, ты его можешь. А это он мне-то и перевел, короче, и рассказывает, пусть покорит. Я говорю, ну, разницы нету, я говорю, ну, выйду, покажу то, что я могу, я готов. И еще со мной пацаны ходят, волнуются. Я говорю, что вы волнуете, мой затья волнует. Я говорю, что, я говорю, столько пахал, но в первом раунде получился технический нокаут, я вот добил. Я выхожу, я говорю, видишь, я тоже выиграл в первом раунде. А ты, говорю, он говорит, да не, не, братан, я посчитал просто, мой ему в первом раунде проиграл, я тебе специально хотел уверенность дать. Короче, я говорю, вот ты в натуре подстава. И потом я чемпионат Алматы по греблингу выиграл, вот поехал в Дагестан. Так получилось, что попал в зал, там договорились, ребята, и попал в зал Абдулмонат. Вот, и юбилей, не здесь. Гребцкое шоссе 41Б. Здесь наша команда играла, представляешь, по футболу? Да. Сегодня поедешь в Азербайджан на тренировки? Познакомься. В горы. Что? В горы. В горы поедешь? Сразу. А? В горы? Не, не, не. А что, почему? А у нас есть спортзал свой. Как с Олей побеседовали? Нормально, нормально. Живешь я с ней? Не, не, не. Все-таки мама против, поэтому вещи я отдаю. Так все-таки мама опять решила, папа против. На церковных кризисах. Ага. Давай посмотрим, что они там. Позже давай я подъеду и скажу, мол, садись в машину. Давай. Ну вещи-то надо человеку отдать. Ну, блин, два года сейчас будет человек жут, и ты хочешь мешки собрал, выкинуть хочешь. Давай нормально по-человечески подойдем. Давай. Ну все, сейчас я подъеду. Сам один сказал, что она испугается. Если я пойду неправильно пускать в проекцию. Короче, она, походу, дело, его отшила, я что-ли. Так понимаю. Ты ушла, он тебе звонит, интересуется. Просто трубки не берешь. Так там у него пакеты большие, посмотри. У него еды там целая куча. Ну что, Воль, как у тебя жизнь молодая? Чего Сереге не звонишь? Ну, наверное, поговорить надо. Ну, просто вот это неразумение. Ну, как я тебе заметил еще. Ну, просто у меня своя, политика у меня своя. Ну, самое главное, что это? Работа. Ну, да. Чем занимаешься, Воль? Самое главное, что сейчас, работу найти и все. Ну, да, конечно. Не нашла, ничего не смотрела? Нет, смотрела. Есть варианты, да? Есть. Чем быстрее начнешь работать, все лучше. Я надеюсь, ты не снимаешь ворота, зачем это нужно? Ну, как зачем? Пацанам интересно тоже. Все равно Серега же герой. Он селеба. Не, Воль, рад видеть, рад видеть. Сейчас, в общем, поговорим еще. Нет, мне самое главное сейчас вот именно развиваться. В плане, вот, канал вести, интересные темы развивать, чтобы ребятам было интересно. Я вот так учу. А ты как должна дополнять, понимаешь? То есть интересные идеи подкидывать мне постоянно. Что-то разнообразные места какие-то, правильно? Ну, не должно же, застой, не должно быть. Некрасиво поступил? Некрасивый Серег поступил. Мы ему тысячи раз говорили с Андрюхой. Поэтому он удивлялся, что трубка не брала. Сейчас что-то беремся? Там сейчас много фруктов, мяса, овощи. Посидите, покушайте. Андрюхой, конечно, спасибо. Маша вот собрала. Мы же все равно на день рождения. Сейчас я тебе расскажу. Вот, привет. Вот, привет. 35 лет. Давайте. Все, пока. Так, ну ладно. Все, пока. Пока. Все, давай. Короче, знакомься. Али. Мухаммед Али. Важный джипер. Это у нас новый боец будет на канале, понял? Твой тренер. Не, не, не. Не, не, не. Сказали, с тобой драться сегодня буду я. Бой у нас будет с тобой. Ты профессиональный боясь. Мне надо тебя побить, чтобы мне потом битва за хайп, короче, бой дали. Слушай, скажи, кстати, вот вообще, зачем тебе бои в ютубе? Я не говорю про битву за хайп, да? А вообще, бои в ютубе, зачем тебе они нужны? Ну, бои в ютубе, это, в первую очередь, известность, Которую я хотел давно добиться тоже, да, известность. Вот. Также есть определенные проблемы финансовые. Нужно помогать родителям. Там можно заработать деньги. То есть, вот столько времени я отдал спорту, да, отпахал, можно сказать, и это все выкинуть, это не дело. Вот сейчас можно за счет этого спорта, сколько я времени отдал по крови, там, часов в зале, можно заработать на это. Вот. Вот это основная цель у меня. Серега. Интересно, интересно. И про еще, я хочу еще вот, в первую очередь, от родителей, да, у меня цель такая, я не буду скрывать, построить маме дом, отцу машину купить. Вот. Дай бог, если это мы добьемся, Андрюха, это с ними, да, Андрюха, если это мы добьемся, да. То есть, 30 человек, которые у тебя тренируются в зале, не хватает, да, чтобы все... Ну, это не цель заработка, знаешь, вот именно в плане того, что ты себя содержать так не сможешь, что ты не захочешь то, что ты хочешь купить, там, или что-то еще. На жизнь хватает, да, вот, но не более. Поэтому вот так вот. Но дом построить, это, понимаешь, на ютубе надо не один год пахать. Пахать будем, что делать, умеем пахать. Мне как раз вот не хватает у меня... Дома, да? Не, ну, такого стержня, стержня вот. Нет, Серег, то, что вот мы умеем, мы тебе поможем, именно в плане вот зала, там, в плане тренировок, если ты хочешь быть сильнее и увереннее в себе. Это спорт проезжает, это уверенность в себе, он зарождает характер и уверенность в себе. В этом поможем, без всяких шуток. А поможешь тому, что, по-моему, женщины говорили, да? Это уже не ко мне, братан, это уже не ко мне. Расскажи, как с Олей-то прошла беседа. Что, вы зашли домой с ней после того, как вы с Варлушем встретили? Что дальше-то было? Да, вот зашли, пообщались. Мне понравилось то, что она так особо и не злится. И угостил ее вот рыбой, колбасой. Она прям, как с голодного края, говорит, я день, мол, не ела. И давай это там, уплетать. Серега, у меня, как ты скажешь? Я, говорит, угостил, она, давай, я бы сказал, просто постоянно чайку попили. Уплетала, голодная была. Ну, надо двигаться дальше. Мне же столько сейчас целей и задач. Она будет вниз тянуть. Окей, ну все, ребят, Серега сказал, посмотрим, как он с сегодняшнего дня будет ходить в зал. Да, Серджио? Ты же будешь сегодняшнего дня ходить? Вторая походка у тебя. Или тебе неохота? Скажи мне, я не хочу ходить. Да, 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 я вот хочу, потому что у меня вот надо с характером. Потому что ребята говорят, вроде нельзя поменять, а я все-таки верю, что можно что-то изменить. Поменяться? А почему ребята говорят, что нельзя поменяться? Ну, потому что, мол, 40 лет уже. А, из-за этого. Есть такой боец, кстати, в 43 года выиграл чемпионат, чемпионат ACB, представляешь, 10 лет отсидел в тюрьме. Марат Балаев, вы слышали, наверное? Да. Мотиватор, что-то. Серега, поэтому нас сначала 10 лет отсидеть. Едем, короче, на правый берег, ребят, вон туда. Приехал сюда в зал? Да. Бухал вчера? Нет, нет, нет. Нет? Ты что, бухаешь, что ли? Нет, я сейчас вот стараюсь вообще, я не знаю. Ну, снежок, кефир. Ну, теперь сейчас Али встретится со Стайсом. Опачки, попались. Здорово, бойцы. Здравствуйте, господа. Здорово. Здорово, Степа. Дождались нас? Мы опоздали. Как нога, братан? Нога? Нога, попа. Слушай, ну, тут потный, потный, значит, работаешь. Али, Тайсон. А лавсет. То есть теперь у нас Тайсон есть, Али есть. Кто нам еще нужен? Надо попасть туда, где мы прошляпили 1 марта. Как колено? Да так, я сейчас отработал 3 по 5. 3 по 5. Короче, не могу сесть. Шишки вот всякие вылазят. Ну, я думаю, жидкость, да, или что? Смотри, какая разница, блядь. Здесь еще наверху, да? Вот она, шишка, вот она, вся. И, блин, вода пошла. Вся вода, вот она, блядь, вот она. Тут шишки вылазят, блядь. Тогда что-то кость. Вот так бывает. Бывает и не то. Бывает и очко на унитазе отрывает. Да, пока скрутки ничего не делал. Я думаю, сейчас смотри, МРТ повторно сделаем. Жидкости. И начнем его лечить. И мне друг, еще видеозапись, у него такая же ерунда была. Он сказал, физио ерунда, терапия ерунда. Я тебе, говорит, скажу, уколы. По-моему, 6 уколов. Я, говорит, на год оттапываю. Солородная икола, очень болючая икола в кости. Но зато, говорит, и зелень, зелень, петрушки, кинза, доллары, зелень. Да, 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 вот это все нужно. Так, ну, в общем, ты вкратце рассказал. Да, да, да. Что, переливайся, Алич, как у нас будет вообще? Он сейчас, так как он у тебя тренер, он новенький, вот. Он сейчас покажет, как надо тренировать новенького ученика. Давай, 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 супер. Жибер, Жибер, ты что, опять это, опять решил записаться? Понял, что этим Майк Тайсоном тебе не ставить, да, там, а не Род Джонсоном. Ты решил стать чисто конкретным рестлером, да, вольником. А там на меня это, черный, в эти дни черный человек. Ты по факту давай. Ты по факту давай. Что черный человек? Ну, как у Есенина, вот черный человек, то есть какая-то черная вот эта сущность. Короче, Шайтан сел на правое плечо и говорит, не твое. Вкратце. Не, 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 мне очень понравилось, я вот хочу. Может у тебя какое-то психическое заболевание, весна началась, блядь. Обострение. Степ, ребята переживают, когда мы вернемся. И вообще вернемся. А что переживать? Все видели результаты, все видели, что было с ногой. Мы показали, что ноге действительно плохо. Что переживать? Сейчас только восстановимся и сразу в бой. Там никакие полгода, никакие 9 месяцев мы ждать не будем. Как только я почувствую, что мне вправо-лево нога работает, мы деремся. Последний бой, вот, Тайсон, да, железный, кто он? Вот, мне с ним тоже, ну, писали, я просто видел, да, как бы то, что, типа, я его стойки не пройду. На самом деле, я бы его и стойки прошел бы. Просто, ну, у меня нога, у меня план какой был. Я думал, выйду, сейчас его быстро переведу. Не думайте, там, хейтеры, да, там, ни в коем случае, что я там понтуюсь. На самом деле, ну, у парня борьбы нету, он ударник, он не дрался 8 лет. Это такое простое. Я бы вышел, его просто перевел бы и бил, и свое сделал бы. И я думаю, что для меня это легкий бой был бы. Мариф уже операцию сделал. Мариф красавчик, рад за него, поздравляю. Ну, пиздец. Чего-чего? Пиздец, когда мы с ним угодим. Это видел, что он сказал в комментариях? Он сказал, что перейдет в партер, пока он будет перейдеть в партер, я ему просто голову распинаю до такого степени. Пускай переводит в партер, но руку ему поднимут, он будет с такой головой стоять на пенестаре. Он еще сказал так же. Руку не поднимут. Его никогда, его никогда не били хорошо ударники. Его никогда не били. Я видел его бой последний с бразильцем. Его бразильц просто пинал, хотя бразильц мертвый. Его никогда не били больно Марифа. Он сказал, что он и в стойке тебя сделает. Видишь в интервью, да? Блядь, пускай, пускай, пускай. Я рад за него, но голову я ему набил вот такую вот. Так что... Ну, по спортивной тематике, без агрессии, правильно? Нет, нет, агрессии никакой нет. Агрессии никакой нет. Просто зачем говорить там что-то на публику, я там его переведу, там то-то-то еще и в первом раунде. Все увидите. О! Я по телефону разговариваю с братом Абубакара Нурмагомедова. Нас связали, он говорит, ты вообще чем-нибудь занимался, с Россией приехал? Я говорю, ну да, дзюдо сам был у меня. Он говорит, ну а что ты добей? Я говорю, ну мастер спорта по самбо дзюдо. Он такой, точно? Я такой, не понял. Я говорю, точно, если надо, завтра приеду, мы проверим. Я приезжаю, думаю, ну зал там Хабиб Нурмагомедов, там, боец Юкси. Зал вообще простейший. Просто школа волейбольная такая, там полы такие и ковры дзюдоистские. Просто, а душ? Захожу в душ, я говорю, где здесь у вас туалет, короче. У него спрашивают. Они такие, ну вот там туалет. Захожу в туалет, там сквозняк. Вот такая, короче, окно такое, а там море же рядом. Да, толчок, как будто я здесь, серьезно, говорит, такое вообще жесть просто. Я тут захожу, думаю, е-мое, как здесь. А потом со временем уже привык, короче. И холодная вода всегда, представляешь? Там, Ислам Махач, все там, Умар, там, они все там мылись, там, под холодной водой. Такие, пацаны, суровые условия были. Ну вот я начал тренироваться там, и Абдулманад приходил, смотрел. Он смотрел, а он тоже мастер своего делал, он профик, видно по нему. Он прям так смотрит, прям внимательно за тобой. А его тренер с Киева, он в Украине тренировал, то есть сам тренировался, Абдулманад. У него тренер видно было, отсюдаистский амбист. Он когда показывал, я видел, как бы он там, база отсюдаистская у него. И я с ребятами борюсь, даже момента не было, короче, я попал на треугольник пацану. Он мне взял треугольник, я смотрю, он реально смотрит. А у меня фиговый, короче, ну это сдаваться куда-то там, и я иду, я по-любому усну, короче, храплю, храплю, уже думаю, все, короче, ну, залипаю. Ну, как-то я ухожу, череплю. И смотрю, пацан ноги расслабляет, ноги забиваются, когда треугольник делаешь, у него расслабляются ноги. Я такая обхожу, и Монап такой смотрит, такой. И подхожу, вот, брат Абубакара, говорю, я хотел бы у вас, вот, в горах сбора хотел бы потренироваться, там Абдул-Малат рядом стоит. Он на меня смотрит, смотрит, молчит, смотрит, смотрит. И ни с того, ни с ума с ним, он такой, ты откуда, говорит? Ну, я говорю, я с Москвы, я не говорю, Калуга, да, но Калуга, я говорю, Калужская область, там, ну, рядом с Москвой. Я говорю, вы знаете Калугу? Он говорит, ну, да, да, говорит, ну, знаю Калугу. И он говорит, чем занимался вообще, чем, база, я говорю, самбо, дзюдо, что добивался. Я говорю, ну, сборная России была под дзюдо. Это отец Хабиба, да, говорит? Да, да, я с ним разговаривал, но дзюдо самбо, как бы, ну, сборная была под дзюдо. Поеду на чемпионат России по боевому самбо. Я говорю, поеду, короче, пизда, поеду, что не поеду. Я с ним вот тебе, Андрюх, рассказывал, короче. Я говорю, давай я на 62 сгоню. Он говорит, не, 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 не гоняй, на 68. А я в Дагестане, бля, 4 свадьбы, короче, отгулял там, отходил. А там хинкала, не хинкала, мясо, тесто там, все. Он говорит, 68, я говорю, ну, он меня уговорил, чтобы я на 68 еще дрался, представляешь? Приходу домой к другу, на весе остаюсь 75 килограмм. Я говорю, ё-моё, а прикинь, если бы он сказал бы 62, типа давай на 62. Я потом, я еле согнал в Питере, это Питер был чемпионат. Чемпионат России, ну, три боя сделал, первый с московским пацаном. То есть я явно выиграл у него там, удары там только, удары считаются только 1 балл. Или даже, по-моему, не считаются, там только броски считаются. То есть я с ним помахался, покидал. Второй бой с питерским тоже я вышел, тоже его выиграл. Ни одного балла никому не дал до финала. А в финале я проиграл Косум Косумов, такой боец есть пацан. 2-1 я ему проиграл. Но по ошибке, на гильотину он терпит. Я гильотину взял, душу, 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 думаю, ну, и он терпит. А у меня ноги, руки забились, как бы, и он вышел с этого положения. На добивание поработал, именно добивал, я руки зафиксировал, нас подняли вверх. Получилось 2-1, он выиграл у меня. А до этого я, короче, к Манапу, подхожу, у меня палец вот так опух. Вот так вот опух палец, короче, от того же я бил до этого. Я говорю, Манап, у меня палец опух, короче, его забинтовать как-то нужно. И он мне, знаешь, что говорит? Он думал, что я отмазать, не хочу выходить в финале, короче. Он мне говорит, я хочу, чтобы ты выиграл этот бой. Я говорю, да я по-любому, я говорю, все, отдам, короче, это в любом случае. Я говорю, как с пальцем, что сделать, короче. Он ничего не влазил, ты бинтуешься, и еще тебе надо шингарку одеть, короче. Я говорю, я хочу, чтобы ты выиграл, как бы. Отличная работа пацанами сделана из 76 чемпионов. Там, говорю, убили, убили. Ну, после чемпионата России все равно, вот там видео я тебе показывал, даже. Он говорит, приезжай, приезжай, короче, приезжай. Я здесь, короче, встрял, можешь сказать, там свои проблемы были, я не хочу личное, короче. Время проходило, я думаю, вот-вот, и здесь файт-несс опять открылся. Как бы не открылся, он закрыт был на время, вот. А я был в Казахстане, я открыл файт-несс здесь, с Феликсу сказал, типа, давай, откроем. Ну, открыли, я там главным тренером был. У меня 120 человек ходило, пацанов. И за полгода я их на тренировал, что я у меня калучку область, 6 человек выигрывал, пацаны. Представляешь, потому что почти студенты, они сейчас в Москве сидят, с ними тоже вижу, что они говорят, кто это там. Когда на выходных они приезжают, хороший тренер, там, скучаем по этим временам, там. В том году поехал к Абдулманапу, и с ним началось говорить, он на меня смотрит. Ты где был, представляешь, вот именно он. Он меня помнит, да я думал, он меня давно забыл. Он говорит, ты где был, ты, говорит, нестабильный. Я говорю, в смысле, нестабильный, я говорю, в смысле, нестабильный. А вот этот промежуток времени, ты занял второе место, и почему дальше не стоил с ними? С ними, почему, вот, казалось бы, да, любую это сделал. Вот у меня, не знаю, получилось. Да, 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 я с ребятами познакомился, там, с Хабибом тоже я общался. Хабиб мне говорит, Али, давай, выходи, короче. Я вышел, кстати, с отборочным, я вышел с чемпионом России по боксу. Пацан был. И мы вышли в самбок с ним, короче. А он, бедолага, бороться, ну, ему сказали, без ударов бороться. Ну, что с ним, ну, это получилось. Ну, две минуты, короче, явно, и в душа вообще сделал я ему. Вот, все, все, Али, давай, давай, ну, это сказал мне Хабиб. Ну, и все, как бы, ну, и попал там, потом с пацанами поехал. Ислам Махачев тоже, вот, когда я приезжал, я тебе рассказал. Рассказать эту историю, а? Да, да, да. Степ, что вы сейчас делаете? Что делаем? Ну, добавляем мне вес. 45 килограмм, да, здесь? Нет, сейчас 20. Пока 20. А, 20. Идем в абсолютку. Идем в абсолютку. Привыкаем к весу. Степ, на процедуру что, сколько расходил? На процедуру через день. Пока результата не вижу, но посмотрим. Лечимся, лечимся, восстанавливаемся. Так вот, все, чуть-чуть подвигаемся. Нормально, нормально. Я еще больше мотивирован. Просто пиздец. Вы не поверите, я еще больше теперь, блядь. Не то, что хочу выйти проверить себя, если у меня что-то есть. У меня стержень пиздец, как это какой-то нахуй. Я сплю и вижу сны каждый день, как я бью кого-то на этой битве хайпа. Мотивированы из-за комментариев? Смотри, они придумали тебе уже хрустальный Тайсон, тебя прозвали. Ну, ништяк, что, блядь. Может, деньги появятся, хрусталь продам. Хрусталь? Это знаешь, как это раньше? Чего вы вынесли с хаты? Ковры, хрусталь, телевизор. Два видеомагнитофона. Короче, подзавели вы, Степа, пацаны. Степа вам покажет за это все. Так точно. Пять человек с меня сфотографировались. Честно, знаете, так это приятно, но приятно и необычно. Знаешь, когда подходят и говорят, О, Степан, я там видел тебя на ютубе, там, то-то-то-то-то. Можно с тобой сфотографироваться. Честно, так это непривычно. Тренируются, все понимают, что такое мениск крестовая, что это действительно травма. Мы, говорит, понимаем. А остальные диванные эксперты, там, педики хлопочные. Ну, пусть пишут, без них никуда. Конечно, есть и хорошие пацаны, кто пишут положительные комментарии, поддерживают. Вот, в первую очередь, для них мы и сделаем хороший бой, чтобы они дождались того ожидания, того результата, который мы им говорили. Не просто хороший бой, а еще красивый бой. Хороший, красивый, зрелищный. Кровавый. Кровавый. Да, да, обязательно. Кровь, как с параси будет течь. Тренер, скажите, пожалуйста, что нужно сегодня делать, вот, ученику? Что-то, начало размяться, как всегда, хорошенько размяться, чтобы не было травмы. Потом уже первую тренировочку можно так ОФП сделать. Сначала надо узнать, да, ученик, какой нафидическое состояние, да, 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 да. Как выносится, как-то, и какие нагрузки ему можешь давать. Для этого сейчас надо 3 минуты. Вот что? Первая тренировка будет, чтобы он разминку пережил, тогда уже эта тренировка состоится, можно сказать. То есть у него физическое состояние ноль, дыхалка ноль. Короче, Серега, ты понял, что тебя никто заебывать здесь не собирается? Будешь вот такие просто разминку, это твоя уже первая тренировка будет. Люди здесь понимающие, они не будут тебя здесь мучить, бля, и что ты делаешь? Лопты, лопты. А, лопты еще ешь. Мне надо. А когда он почувствует, что у него все по кайфу, все легко идет, он сам удовольствие от этого будет получать. А это надо ему зародить, понимаешь? Да, Серега? Понравилось ли сейчас? Так чувствуется. Чувствуется, да. Маешься. Более тоже, лучше я не делал. Более тоже. Более тоже. Не, не болит вообще, а мне не болит, значит, единственное, вот спускаться и подниматься. Приходится ногу выставлять. В Дагестане месяц лежал так. Короче, период времени, я травмировал колено, у меня травма была, колено тоже частичный, разрыв, короче, был. Начинается. Не, не, нормально все. Да, была, была, а в спорте без этого никак. Кто профессионально занимается, у него по-любому или кости сломаны на руках, или там на ноге, там, что такое, это по-любому, да, есть такая тема. Короче, мне столько вопросов позадавали, почему ты не поехала, почему Хабиб вот поднимается, ты мог бы с ними туда-сюда, так, вся, столько разговоров. В итоге я поехал, у меня опять отец говорит, зачем ты едешь, короче, успокоюсь. Поехал туда, Абдумана поувидел, он говорит, типа, ты нестабильный, вот такой разговор у нас получился, он говорит, ты нестабильный, я говорю, я стабильный, буду заниматься. С Исламом Махачевым, короче, получилось, как. Вторая неделя, я ушел утром жесткость, я убил, опять же, колено опять свое убил, учили по килограммам на каждую ногу, по песку 3 километра и бегал, короче, просто истощал организм, еще вечером трениров, там, тренировки непростые, там, там, или, там, вот, борьба, спарринги, борьба, спарринги, борьба, спарринги, постоянно, короче, вот такая тема, то есть технику мало отрабатывать, постоянно практика может. С Исламом Махачевым мы бороться начали, он мне сделал четыре, ну, в общем, четыре, болевые, художающие, там, я не помню, конкретно, что он сделал, а я все еще злой, он, что ты, говорит, типа, паровоз мне кричит, ты, что паровоз, паровоз, когда стучишь, типа. Я говорю, ты мне сколько сделал, он говорит, четыре, я говорю, через три недели ты мне максимум один сделаешь, он говорит, посмотрим, я говорю, посмотрим, а он очень хороший парень, они, ребята, там, мне очень коллектив очень сильно понравился, такие ребята простые, на таком уровне делаются и простые ребята. Три недели проходят, я пахаю по рукой к нему, с ним борюсь, короче, постоянно. Начал бороться через три недели, и он мне сделал, еле-еле один раз сделал, короче, болевой, ну, очень сильный гребник у него. Ну, я, честно говоря, под него готовился, понимаешь, я тренировку, он на меня не обращает внимания, да, ну, как так, да, я здесь готовлюсь. Да, я думаю, каждый на него готовился, потому что он у всех, там, болевые, художающие, даже один есть, там, Сагид Изахмаев, есть такой боец, он говорит, да, он говорит, всем минимум четыре дела, значит, ты нормальный борец, если он тебе четыре дела, представляешь? Нет, простота, да, вот Федор Емельянко, Хабиб, то есть, да, они вот, видно, что они не просто там показучники, именно я вот про Дагестан говорю, то, что ребята там, вот, там, я как-то, а там и не дадут пацанам понтоваться долго, там, и сразу осадят. А в чем феномен Конора? Конора? Да. Он полная противоположность твоим словам, но, опять же, он добился высот больших. Конор, у него феномен, смотри, я скажу так, мне он не нравится как человек, он много лишнего позволил, как бы, разговаривать, там, ну, треш-токинг этот, это немножко лишнее, да, в наших понятиях, в России, если мы живем, нам приходит за это отвечать, когда мы лишнее говорим, и мы готовы за это отвечать, но лишнее мы стараемся не говорить. Но я видел, он свою жену не бросил, с кем он там общался, друзей своих тоже подтянул, это хорошее качество всего. Эти моменты очень сильно, кстати, играют роль в твоем успехе, если ты начинаешь с кем-то и до конца с ними идешь, все они твои минусы и плюсы знают. А когда ты, например, какую-то определенную известность добиваешься, да, вот в UFC бойциняк так делал, я видел, за ним следил, они начинают менять школу, там, тренера, там, и друзей. И в итоге что получается? Они начинают теряться. Ты понимаешь, если бы не его язык был, он такой высот не достиг бы, правильно? Ну, понимаешь, да, да, высоко он достиг, как он говорил и делал, знаешь, и говорил и делал, это да. Да, ну, понимаешь, с этим ему жить же, если так взять, да. Вот Мухаммад Али, вот мы затронули, да, Али, Али, Али же жалел же, что он много что говорил этому Фрейзеру, Олимпиада была, вот, факел унес, он говорит, лучше его сожгли бы, представляешь, он сказал, насколько он на него злой был. А Мухаммад Али говорит, я просил у Всевышнего прощения, говорит, потому что я много лишнего говорил людям, я обижал их, понимаешь, с этим-то надо жить. Тем не менее, Артему Лобову однажды ты чуть-чуть пытался предъявить, но там охраны было много, ты подошел. Не-не-не, знаешь, как получилось, мы сидели на ЕСБИ на то время, там пацаны были, дагестанцы, чеченцы наши пацаны все были, там закончился бой, там Абдулазис против Бартанена дрался. Я говорю, смотри, пацан Лобов, я смотри, он на забитом Магомед Шарипов, когда Магомед Шарипов поднимался, забит, он что-то бил, вот, там, забит Магомед Шарипов, там, давай, типа, вот. Я через эти ограждения, через охрану перепрыгнул, пацаны смеются, как бы. А у меня такая тема, если я на себя на пон поставлю, все, у меня клинит голова, типа, я должен это сделать по-любому, что бы там ни было, понимаешь? Ну, конечно, неплохое, я перепрыгнул через это все, и, опа, его обнял, говорю, лобов, говорю, я снимаю видео, он думает, я с ним фоткнусь, короче, слышишь, говорю, ну, он такой, о, давай, давай, я говорю, слышишь, я говорю, а как будто я говорю, братан, за обеда не поднял, куда ты лезешь, короче, говорит, о, говорит, блогеры, блогеры мне, говорит, представляешь, вот, такая тема, и пацаны начинают угарать над этой темой, было, была тема такая. Субтитры делал DimaTorzok Красава! Али, из ютубовских бойцов, ну, кто больше хайпа на ютубе, да, получает, ты же знаешь, следишь там за всеми, с кем бы ты хотел бы? Соломин, Соломин, да, у него в нем? Соломин, а, Соломин, слушай, он такой здоровенький паренек-то. Разницы нету, гиллер Соломин, а посмотри, гиллер Соломин, и стойки зарубиться, и в партере можно зарубиться, по всему, у кого и стойка лучше, и в партере лучше. А почему именно он? Какая-то лично не приедет, что ли, или что? Ну, потому что он слишком себя высокомерно так себя ведет, как будто он чемпион UFC, а, по сути, он ничего такого не сделал, кто спортсмен, он знает, что он сделал и как он сделал. Да, Серж, а ты с кем бы зарубился из ютубовских бойцов? А там какой-то фуист есть. Смотри, запомнил, да? Да, с сушу-мастером ты зарубился? Нет, с сушу-мастером рано еще ему. С сушу-мастером. Давай с этим, скажи, как его, знаешь, как его зовут этот? Такой, с большой рожей, как его зовут? Могол, вот, с Моголом может быть, да? Слышишь, только не по литр-болу. Естественно. Свой партнер посильнее, почему Могол? Вон, Степа есть, борьба тоже есть. Пацаны, вы его замотивировали как серьезно, он теперь заряжен. Наверное, даже хорошо так получилось, что сейчас просто ходу назад не будет. Ничего хорошего, подписывайтесь на канал, ждите боя. Ну, а что хорошего, нам же нужен бой, пацаны. Подписывайтесь, будем ждать боя, Степа сказал, значит сделаем. Ну, естественно, у Али появятся свои хейтеры и свои фанаты. Никуда без этого. Мы на все готовы, до конца только. Все, ребят, всем пока.